Дорогие телезрители! Ныне, в начале третьего тысячелетия по Рождестве Христовым, на нашем богоспасаемом Крымском полуострове совершаются отрадные перемены. Крымчане возвращаются к вере своих предков святому православию, находят дорогу к Богу и к храму. Обращаются к нравственным и духовным традициям, которые искони питали нашу историю. Однако на протяжении долгого времени наше общество было разлучено с Церковью, и тяжелое наследие этого трудного периода невозможно преодолеть за несколько лет. Сейчас в большей мере человек крещен, но не просвещен, поэтому призываю благословение Божию в помощь этому доброму начинанию. Надеюсь, что этот новый телевизионный проект послужит благому делу проповеди Евангелия. Укрепление в общественном сознании традиционных нравственных ценностей, достижение взаимопонимания и согласия в обществе в целом. Благодатный покров Божией Матери пусть пребывает над всеми телезрителями. Благословение Божие да пребудет со всеми вами. Бог вам помощь! Благодатный культ! Благодатный культ! Благодатный культ! Благодатный культ! Мы накануне праздника Святой Троицы. Замечательный, большой, двенедесятый праздник, на богослужении которого Церковь читает замечательные покаянные молитвы, обращенные к Святому Духу. И в этом своем обращении Церковь уже говорит о Троице и о тайне Святой Троице. И в связи с этим словосочетанием «тайна Святой Троицы» мне хотелось бы сказать следующее. К тайне Святой Троицы мы должны делать приступ, в котором тайна не раскрывается. Как это ни странно звучит, в этом приступе тайна не раскрывается. Но мы должны знать принципы приближения тайны Святой Троицы к сознанию человека, к пониманию христианина. И для этого мне хотелось бы прочесть один текст Святого Апостола Петра во Втором Соборном Послании, в Третьей главе. Он, предупреждая христиан своего времени, которые очень активно ждали Второго Пришествия, и, разумеется, иногда попадали в руки разным, не то чтобы религиозным мошенникам, но религиозным обманщикам. И вот он пишет «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем», то есть о Втором Пришествии, «берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава ныне и в день вечный. Аминь». В этот 18 стих «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа», он, собственно, является приступом к тайне. И, более того, я даже скажу, он нас, если мы будем правильно пользоваться этим даже законом, он нас приблизит к тайне и тайно будет жить в нас. То есть не всегда ведь обязательно, чтобы тайна в нас раскрывалась. В нас много различных таинственных есть моментов, да. Смотрите, ребенок открывает себе тайну юношества. Юношество открывает себе тайну зрелости. А зрелость открывает себе тайну уже возраста такого осеннего, да, возраста, в котором надо думать о вечности. И то же самое, то же самое. Значит, не всегда нужно ребенку объяснять, что ты будешь старым, да. Значит, или состаришься, или будешь зрелым. А нужно ему говорить, может быть, больше о этой тайне, которая заключается в детстве. В детстве. И то же самое часто юношество относится к тайне зрелости или старчества, может быть, легкомысленно, да. Но все равно мы их учим, что надо уважать пожилых людей, зрелых людей и так далее. И вот эти слова «возрастайте в благодати» и «познание Господа нашего Иисуса Христа» говорят о том, что мы должны возрастать не в познании тайны, то есть не надо искать ключи от тайны, а нужно сначала приступить к ней в благодати, то есть стяжать благодать, благодатные дары приобрести. Это достаточно кропотливая работа, но она очень важна цена по факту, что мы с нею в вечности уйдем. А вот со знанием мы не всегда, так сказать, может быть, и дружим. Не у всех есть хорошая память, не у всех есть много книг, не у всех есть высокое образование. Апостолы были рыбарями. Вот тот же самый апостол Петр ведь не имел докторского диплома или не был профессором. Но тем не менее он говорит удивительные вещи, высокие вещи, потому что он стяжал благодать во встрече с Господом нашим Иисусом Христом. Я хотел бы привести такой пример, как это происходит, стяжание благодати и познание одновременно. Во время поклонения мощам Иоанна Румынского в монастыре Григория Хазевита выяснилось, что в нашей группе находится бесноватая женщина. Она упала перед мощами, перед ракой. Ее пытались подтянуть, чтобы она предложилась, ничего не получилось. Пришли монахи, тоже ничего не получилось. И в это время зашла группа москвичей со своим священником. Они все это увидели, конечно, растерялись. Но батюшка сразу интересную предложил вещь. Он говорит, давайте так, все возьмем и сейчас поем символ веры. Или громко прочитаем его. Так как это наш, так сказать, мистический текст, в нем явлена троица в этом тексте. Все крещаемые должны знать этот текст, разумеется, все вы здесь христиане. Давайте мы его прочтем громко и посмотрим, что Господь решит с этой женщиной. И действительно, значит, вот этот человек говорит, мы громко его прочли. Эта женщина на наших глазах успокоилась. Спокойно мы ее подняли, уже за руки приподняли. Она подошла к мощам, приложилась. И, конечно, все возблагодарили то, что Господь себя являет. Не в каких-то таинственных заговорах, может быть, в каких-то эзотерических действиях. А именно в обычных, всем нам доступных и важных для нас текстах, в котором Господь себя являет как троица. В заключение хочу сказать, что пускай каждый из нас тоже об этом подумает. И особенно тогда, когда нас приглашают на крестины. Чтобы мы могли не стоя с батюшкой слушать, как он читает символ веры, а чтобы мы участвовали через символ веры, вот как через пароль, определенный пароль, участвовали в таинстве. И, участвуя таким образом в таинстве, выучив символ веры, мы и в этом таинстве крещения познаем таинство Святой Троицы.